Рабочие будни после майских праздников премьер Сурамбай Чембеков начал с осмотра наиболее селеопасных зон. Так, сегодня глава правительства ознакомился с ходом очистительных работ на реке Бурана в селе Джану Джол и последствиями землетрясения в селе Арпат-Эктыр Чуйского района Чуйской области. Подробнее в материале Дианы Мамековой. Из-за обильного таяния ледников увеличился объем речного наноса в реке Бурана, повысился уровень воды и появилась угроза затопления трёх тысяч гектаров орошаемой земли. Только с начала года здесь четырежды проводились очистительные работы. Специалисты провели мониторинг ситуации, и сейчас идёт необходимая работа. «Как только идёт дождь, так сразу поднимается уровень реки. И большим течением сюда несёт песок, гравий. В год мы течаем здесь 32 тысячи кубов. Только нами несколько раз проведены очистительные работы. Кроме этого, в очистке задействованы и местные органы. Нужно строительство селехранилища или же БСР, чтобы воду пускать в умеренных количествах». Премьер Джейнбеков поручил соответствующим органам рассмотреть и внести предложение по строительству селехранилища объёмом 200 тысяч кубических метров на реке Бурана. Он отметил, что данная мера позволит увеличить периодичность проведения очистительных работ и снизить вероятность затопления близлежащих территорий. Из-за землетрясения, произошедшего в конце апреля, в селе Арпатек Терчуйского района образованы трещины на стенах актового зала местной средней школы. Несмотря на это, здесь пока учатся дети. Ближайшая школа находится в пяти километрах. Село Арпатек Терр самое дальнее. Чтобы доехать сюда, нужно почти 8 километров ехать по очень плохой дороге. Обещали и этот вопрос рассмотреть. Ещё хорошая новость в том, что нам построят новый актовый зал. Раньше мы построили его ашарным методом. Через два года МЧС признала его аварийным. Туда нельзя заходить. Надеюсь, и школу нам отремонтируют. Местные жители очень рады этому. Сорамба Джейнбеков поручил внести предложение по включению данной школы в статью капитальных вложений республиканского бюджета на текущий год. МЧС дано задание тщательно изучить вопрос с повреждёнными в результате землетрясения домами и определить категорию ущерба. А жителям премьер ещё раз напомнил о необходимости страхования своих домов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова